Ребят, всем привет! Сегодня видео про тест. Будем тестировать вот такую китайскую зарядку за 300 рублей. Если интересно, то давайте начнём. Небольшая предыстория. Был куплен планшет на Авито, и продавец вместе с планшетом, родной у него не было зарядки, дал вот такую. Она была новая, тут в плёночке, всё, я снял. И здесь у нас быстрая зарядка 3.0, но это, как всегда, просто уловка китайская. И вот, в принципе, характеристики. Можете почитать. У нас получается 5 вольт и 3,1 ампер. У зарядки есть ампер-вольт-метр и 3 USB-разъёма. Мне очень захотелось её протестировать, так как вес у неё лёгкий, а характеристики даже те же 3 ампера. Ну, быстрой зарядки здесь нету, но вот 3 ампера, интересно, выдержит или нет. Потому что, когда я ставлю заряжать свой телефон, он показывает мне почти чуть ли не 4 ампера. Ну, и захотелось протестировать на нагрузке. Данная зарядка, я её нашёл в Китае. Стоит она 200 рублей, с доставкой 300 рублей. Вот, сейчас покажу. Так, это не то. Вот, я выбираю Китай. Этот тип зарядки. И получается 200 рублей цена зарядки и 96 рублей, почти 100 рублей доставка. Шнур хорошего качества. Это шнур от Xiaomi. И смотрим. 5 вольт. Подключаю телефон. Он сейчас у меня разряженный, так сказать, голодный. И сейчас будет потреблять на максимум. И смотрите, 3,2 ампера, 5,4 вольта. Даже повысилось напряжение. 3,3 ампера, 3,4 и так далее. Ну что, теперь приступаем к тестам. Подключаю к нагрузке. Убираю всё на минимум. Напряжение 5,03. Здесь 5,1 показывается. Так будет получше видно. И начинаю прибавлять. Сначала грубая настройка, потом 2-2,5 ампера. Ну, а уже потом прибавим до 3. И посмотрите, всё, зарядка не выдерживает и выключается. 2 ампера, 2,01 и всё вырубается. Хотя здесь показаны 5,4 и 2,7 ампера. Вот так китайцы дурят нас. Так, ладно, давайте попробуем тонкой настройкой. Здесь напряжение просело до 4,8. А здесь у нас 5,4, так и показывает. Тут показывает 3,5 ампера. Вообще, просто бешеные показания. Всё. 2,09 и зарядка уходит в защиту. Убираю. И она включается. Может быть, здесь другие разъёмы какие-то рабочие. Сейчас давайте посмотрим. Более мощные. На этом разъёме, кстати, смотрите, при 2,09 работает. Вот в этом уже вырубается. 2,13. Всё. Всё ясно. В общем, зарядка здесь на 2 ампера и просадка до 4,8 вольт. Сейчас давайте попробую её раздолбать, расковырять и посмотрим, что там внутри. Внутри плата достаточно хорошо собрана. Нигде ничего не висит, не болтается. Единственное, все вот эти микросхемы затёрты. Видно, китайцы ставят сюда самое всё плохое и не хотят выдавать эти свои все секреты. Сейчас протестируем. Скажу вам честно, сейчас уже протестировал вот кучу проводов. Ну и расскажу, что и к чему. Так, смотрим. 5,1 вольт, как и есть. Включаю. Тестировал разные провода. Есть вот такой новый тканевой оплётки. Есть от Xiaomi. Далее брал от Ардуино. Вот такой толстый провод. И опять же, микро-USB. Этот был Type-C. И микро-USB от Xiaomi. У всех результаты одинаковые. Но когда вот сюда подключаешь вольтметр, совсем все другие данные. Сейчас показывает здесь 2,7. Но, как видите, здесь полтора всего лишь. И сейчас покажу на мультиметре, что показывает вот здесь на выходе. Здесь напряжение 5,26. И вот теперь я точно не знаю, кому уже верить. Либо такие просадки на проводах. Но я попробовал 4 разных провода. И везде значения вот такие. Достал прибор класса точности 0,5 в постоянном напряжении. И давайте посмотрим. Поставим на 15 вольт. И смотрим, что у нас покажет. И посмотрите. Напряжение 5,3 вольт. Ну, а если замерять уже напряжение на выходе с нагрузкой, то получается 4,9. Здесь идут большие просадки на провода. Провёл тест на 4. И всё то же самое. Ну, и последний тест – это будет зарядка от Redmi Note 9. Это быстрая зарядка. Есть функция. Все функции эти работают. Здесь в режиме 5 вольт, в обычном режиме, нагрузка до 3 ампер. Сейчас вам показываю. Всё отлично держит. И не выбивает, не выключается. 3 ампера, напряжение 4,73 для зарядки. Это отлично. И даже можно ещё прибавить. 3,5 ампера. Ещё сила тока на 0,5 ампера, запас есть. Вот так делает честный продавец. А не как здесь. Уже написано 3,1. А уже при 2 амперах она вырубается. И, кстати, здесь так сильно нагрелся этот резистор, что здесь поплавилась вся краска. Её нажмём вёл, она стала твёрдой. Когда я разобрал, она была мягкой, как жевательная резинка. Ну что, провёл вот такой тест. Зарядка вроде собрана хорошо. И схема вроде нормальная. Если бы здесь, я думаю, использовались качественные компоненты, то она бы держала свои параметры. Но, сами видели, на входе заявленное напряжение. А на выходе, какие бы провода я уже не использовал, всё равно идут потери. Единственное, здесь брать, если только одножили на четвёрку, какой-нибудь провод, тогда не будет потерь. Может, они на это рассчитывали, китайцы. Ну, смотрите сами. Зарядка стоит 300 рублей. Но, я думаю, она того не стоит. И плюс вот этот амперовольтметр. Ну, совсем неправильно всё показывает. Ссылку я оставлю на него в описании, на эту зарядку. Можете пройти и посмотреть. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо, кто досмотрел меня до конца. Желаю всем удачи. Обязательно пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. И подписывайтесь на канал. Всё, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok